Здравствуйте! С вами канал Вкусный Огород Барнаул. Как я выращиваю арбузы уже рассказывал и показывал. И сейчас хочу предложить вашему вниманию опыт одного огородника, как он это делает. Это всегда интересно. Ну и покажу свои арбузы, чтобы было не так скучно в разное время года. Итак, огородник рассказывает. Кто не испытал треск арбуза, когда его подавишь рукой, проверяя спелость или не любовался красотой отрезанного ломтика от этого же арбуза, тот может не считать себя садоводом-любителем. А какие вкусовые и лечебные качества его, заменить нечем. Не случайно садоводы каждый год выращивают у себя на участке арбузы разных сортов. И никто еще ни разу не подумал, что зря затратил свой труд. У нас в течение четырех лет арбузы почему-то не росли. Сначала на том же участке получали хороший урожай, а потом, как рукой отрезало, весь труд по выращиванию этих плодов затрачивался впустую. Каждый год наблюдались дружные всходы, развивались плети, цвели, появлялись зародыши, но результат был один. Все растения поочередно гибли. На третий год выращивания арбузов наша грядка прошла по месту, на котором стояло дерево. Под него мы не вносили лет семь перегной. И вот в том месте осенью созрели штук десять настоящих арбузов. А на оставшейся части грядки снова все погибло. Могли же ведь мы тогда еще догадаться, почему на месте дерева выросли арбузы, а на другом месте грядки мы трудились впустую. На четвертый год на грядке делаем семь лунок. Из каждой лунки вынимаем по 14-15 ведер земли, а в пустые лунки засыпаем столько же черной герновой земли, привезенной из леса. Всего 100 ведер земли было привезено на участок. В конце лета выяснилось, что вся эта гигантская работа проделана впустую. Арбузы погибли. Не могли додуматься, что лесная земля полна перегноя. В лесу листья падают и перегнивают. Позднее я узнал, что садоводы успешно выращивают на своих участках арбузы, если даже земля пропитана перегноем, используя при этом навозную грядку, сделанную ложбинкой. А в нее засыпают землю из мест, где растет крапива. И только через 5 лет наших мучений мы вырастили арбузы. Это произошло на пашне, где садим картошку. Сделали небольшие углубления вроде лунок, натыкали в них семена, и они на земле, не отравленные в кавычках перегноем, превратились осенью в прекрасные плоды. Сорта были высажены разные. Среди них были огонек, стокс, сибиряк и другие. Все они одинаково хорошо взошли и развивались. Правда, на всходе немного подмерзли. Поливали всего 3 раза в лунки, удобрений не вносили. В первый период роста 2 раза некачественно пропололи. В лунках ножницами стригли сорняки и лишние растения, а потом не пропалывали для травяного покрытия плодов. Из-за полевых условий и жары, которая стояла все лето плоды, нам казалось выросли чуть меньше размером, но такие же вкусные, даже еще слаще, чем когда-то мы выращивали в добрые времена. Урожай был отменный. Собрали мы с небольшого участка ведер 10. За 5 лет наелись досыта и посолили на зиму. И вот сейчас с высоты своего опыта по выращиванию арбузов заявляем, что на земле, в которую вносили перегной, арбузы не вырастут. Вот такой, на мой взгляд, очень интересный опыт огородника. Дело в том, что действительно, если земля перенасыщена удобрениями, то некоторые культуры могут расти не очень хорошо. И кроме того, вот как я делаю? Ну, не злоупотребляю ни в коем случае удобрениями. Это раз. Во-вторых, выращиваю все культуры, и в частности арбузы, только после хорошего предшественника. И вот в этом случае арбузы растут более или менее нормально. Делаю одну единственную подкормку в начале сезона, и все. Какого-то большого количества перегноя под арбузы никогда не вношу. И получается довольно неплохо. И вот как раз, вот, видимо, хотели сделать как лучше, а получилось не очень. Вот был проделан такой гигантский труд, столько много земли было привезено, там ухаживали, ничего не получили. То есть вот иногда бывает, что излишки удобрений тоже не нужны. В случае с арбузами тому показатель. Ну, в конце пожелаю всем огородникам выращивать арбузики на своем участке. Зачастую они вырастают очень неплохо, даже в самых сложных условиях. В конце пожелаю всем всего самого доброго. До свидания. До свидания.